Александр Толоконников, руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации. С нами на связи Александр. Приветствуем вас. Доброе утро. Хотелось бы действительно поговорить и обсудить эту тему, да, потому что есть определенные направления, но мы говорить будем с вами, да, в широком смысле, что происходит, почему выезжают, почему организовывают эвакуацию. Я добавлю, что российские оккупанты вывозят людей из Энергодара в Бердянск и Приморск. Это тоже важно отметить, это тоже украинские города, на этом акцентирую внимание для наших зрителей. По вашему мнению, Александр, что на самом деле происходит, почему по нескольким направлениям из определенных населенных пунктов сейчас объявлена эвакуация, да, и, скажем так, не только же вывозят мирное население, а и выезжают сами, что происходит? Ну, действительно, мы тоже слышим постоянно эти сообщения от глав администрации, которые на связи с людьми на территориях, на оккупированных, о том, что происходит сейчас движение, и движение в сторону Крыма, постоянно коллаборантов, о том, что они очень большую панику сейчас, большую панику наблюдают среди коллаборантов, которые пытаются всячески сбежать, не только официальным путем и неофициально, даже несмотря на то, что российские военные и ФСБшники пытаются задержать побег некоторых коллаборантов для того, чтобы не сеять панику, они все равно пытаются и бегут в сторону Крыма, в сторону России, поэтому мы это наблюдаем. При этом на некоторых территориях оккупанты продолжают создавать оборонительные сооружения, места дислокации их меняются постоянно, убираются блокпосты в некоторых районах, поэтому мы увидим тоже эти все их панические движения. Что происходит? Наверное, происходит то, что наступает понимание того, что надо бежать, потому что ВСУ близко. Александр, есть несколько мнений ваших коллег, с которыми вы и работаете, и в команде. Хотелось бы тоже, поддержите ли вы такую точку зрения, насколько она реальна и действительно отображает реальность всей ситуации. Могут применить циничную тактику, так сказала Наталья Гуменюк, и объяснила истинную причину эвакуации гражданских, в частности, из Энергодара. По ее словам, заявление захватчиков в начале эвакуации гражданского населения с оккупированных территорий может означать, что россияне планируют использовать граждан Украины в качестве живого щита. Об этом предупредила руководитель пресс-центра Силы обороны Юга Наталья Гуменюк. Я процитирую, мы видим на самом деле имитацию заботы о местном населении каждый раз, когда у расистов немного подгорает. Мы видели такие действия и на правом берегу, когда они активничали по перемещению местного населения. Мы наблюдаем это и на левом берегу Херсонщины сейчас, когда видим, что они проявляют псевдозаботу, пытаются эвакуировать людей глубже, туда, где обустраивают свои рубежи обороны, и, соответственно, пытаются разместить там по-новому, развернуть подразделения и прикрыться местными жителями. Так продолжил Наталья Гуменюк, комментируя эвакуацию гражданских из оккупированных территорий. Как вы считаете, действительно ли могут использоваться в качестве живого щита? Мы на самом деле видели такие примеры, в частности, и в недалеком прошлом. Но если мы говорим о нынешних процессах эвакуации со стороны оккупационных властей, как вы считаете, как они могут использовать тех людей, которых они сейчас и эвакуируют? Ну, сто процентов – это верное утверждение. Действительно, так оно и будет. Крайне мере, они на это рассчитывают. Только люди уже немножко мыслят по-другому и понимают это. И думаю, что у них, если даже они попытаются это сделать, люди не будут сидеть и прикрывать их там, где они находятся, где их военные позиции. Люди поедут либо дальше, ну, в другие районы и попытаются уйти от них, потому как с ними уже связываться, кроме коллаборировавших этих сторонников, никто не хочет. Поэтому, ну, действительно, они прикрываются, они собирают людей в разных районах, пытаясь той же самой там и новой каховке, когда вот они там ставили свои огневые точки. Но убегая, они, конечно же, прикрываются населением, которое должно идти за ними, как вот и в старых, наверное, каких-то средневековых фильмах, когда вот прикрывались, просто собирали население, вот они по такой же тактике работают. Знаете, тут вот такой вопрос, он как бы на поверхности. А что бы вы посоветовали, к чему могут призывать официальные украинские власти, обращаясь к тем гражданам, которые, ну, вот, по сути, пребывают в заложниках российских оккупационных властей, российских гауляйтеров. Вот если происходят такие процессы, какой бы совет можно было дать тем людям, которые, ну, оказываются в таких непростых ситуациях? Ну, точно идти в другую сторону, не вместе с ними двигаться. Однозначно, потому что там, где их огневые точки, двигаться от их огневых позиций и любыми способами пытаться переехать и передвинуться на территорию Украины, это вот, ну, любыми способами. И, либо, опять-таки, если вы с детьми или с старыми пожилыми людьми, пожилыми родственниками, то надо в любом случае думать только о том, чтобы сберечь жизнь себе и детям. Поэтому надо ехать в безопасное место и уже оттуда думать, как вернуться потом на подконтрольную украинской территории. Ну, Александр, а есть сейчас такие возможности? В частности, если мы говорим о временно оккупированных еще территориях Херсонщины, ну, потому что мы прекрасно понимаем, что есть ряд населенных пунктов, которые находятся абсолютно рядом, и они на сегодняшний день являются под контролем российских захватчиков и оккупационных властей, назначенных Москвой. Как быть как раз вот на этих территориях, если уже, ну, скажем так, блокирована возможность блокирована не сегодня и не вчера, она блокирована несколько месяцев? Чтобы здесь... Есть ли какие-то, ну, такие рекомендации, как быть все-таки этим украинцам, которые, ну, попали действительно в такую сложную ситуацию сейчас? Ну, есть у нас много случаев, когда люди просто вот через Крым, через Грузию выезжают и потом возвращаются по кругу через... Я понимаю, что это возможно немногим по карману, но если у вас есть возможность это, то лучше это сделать. Ну, опять-таки, если оставаться, находиться в своих домах, то, наверное, ни в коем случае не стоит ехать вслед за оккупантами, когда они будут отступать. Мы вот здесь уже видели 11 ноября, когда они отступали. Люди рассказывают, что они уговаривали, уговаривали их двигаться вместе с ними. Потом в один прекрасный момент их как ветром сдуло. Они утром проснулись, а никого нет. То есть они просто как бы им грозили всеми карами небесными о том, что вот сейчас будет вам конец. Если вы с нами не уйдете, вас тут разнесут. И просто по щелчку в одно прекрасное утро их нет. И уже на следующий день начали заходить наши. Поэтому думаю, если... Могу посоветовать, что если на вашей территории не ведутся активные бои, то стоит, наверное, подождать, пока придут наши вооруженные силы и освободят. Александр, давайте далее поговорим о тех процессах, которые сейчас наблюдаются на временно оккупированных территориях. Так российские оккупанты сворачивают деятельность своей администрации в Скадовске и семьями покидает город. Об этом сообщает Генштаб вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Там отмечают, что в ночь с 6 на 7 мая российские оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений. А уже к утру 7 мая вместе с семьями город покинуло значительные части российской оккупационной администрации. По данным Генштаба, подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах Херсонской области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкая Уляновка и Красная. В Генштабе сообщают, что из-за многокилометровых пробок, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества захватчики планируют осуществить морским путем на сухогрузе через порт Бердянска. Александр, можете уточнить информацию, как вообще происходит эта так называемая эвакуация? Потому что, ну, по крайней мере, некоторые аспекты этой информации, этих данных, и в частности со стороны Генерального штаба Украины, но, как по мне, знаете, не то чтобы говорят, но могут намекать на определенные процессы, связанные с, знаете, продолжением этой истории под названием так называемые жесты доброй воли, которые точно будут приписаны вот этим оккупационным властям, потому что мы понимаем, что сейчас те, которые приезжали на оккупированную территорию и говорили, что вот Россия здесь навсегда, ну, немножко, знаете, мягко говоря, наговорили лишнего, обманули людей, вот, знаете, вот в таком плане. Что вы скажете о тех процессах, которые сейчас наблюдаются в ряде населенных пунктов именно Херсонской области? Ну, прежде всего, я хочу сказать о том, что им уже давно никто не верил. В ракурсах Россия здесь навсегда, и мы здесь с миром, и мы приехали здесь помогать. Все прекрасно видят, как они воруют технику, воруют автомобили, лодки, обворовывают дома, которые стоят без присмотра и без хозяев. Поэтому говорить о том, что кто-то верил их лозунгам, уже верят сейчас, может быть, кто-то вначале сомневался, то сейчас никто не сомневается, что они работают по принципу «украл, выпил» и дальше вернулся в Россию. Как бы в мешке или ногами, или на коляске, это уже такое. Что касается новостей о том, что они собираются, ну, как бы не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию, но точно знаю, что на Чингаре действительно большая пробка из пытающихся выехать военных, русских и коллаборантов, ну, и обычное население движется, пытается выехать. Все понимают, что ВСУ близко, скоро будет всем, кто нарушил закон Украины, будет наказание, поэтому, соответственно, конечно, у них подгорает, они бегут. То, что они вывозят технику и документы, действительно мы слышали об этом, в том числе и из сводок генштаба, то, что это действительно подготовка к жесту доброй воли, ну, вам показывает та же самая запорожская область сейчас, что жест доброй воли уже, можно сказать, стартовал. Там уже далее будем следить за ситуацией, посмотрим, как будет она развиваться, насколько они быстро побегут. Да, подводя итог нашего с вами общения, мы можем сказать, что действительно мы видим ряд направлений, хотя, да, они территориально, это называется так, юг Украины, но не только о юге сегодня говорим мы и восток, но мы видим, в частности, что все свидетельствует о том, что на самом деле армия Российской Федерации не совсем знает и не совсем понимает, несмотря на все заверения, где будут происходить наступательные действия вооруженных сил Украины. Поэтому мы сегодня, и что можно с вами, Александр, как итог говорить, что на самом деле они готовятся и бегут, потому что вооруженные силы Украины, как вы уже сказали, приближаются, и будут происходить военные действия. Но бегут они почему, по вашему мнению? Потому что действительно они не готовы отбивать атаки, у них нарушена логистика благодаря вооруженным силам Украины, которые уничтожили склады с боеприпасами, с техникой и так далее. Почему, как вы считаете, недостаточно человеческого ресурса? Я думаю, прежде всего, во-первых, самая глобальная цель – это отсутствие цели у самих военных и понимание самих процессов, зачем они там. То есть они понимают, что для собственного обогащения надо максимально наворовать, потому как скоро мы будем отступать. То есть это понимание есть у местных жителей о том, что так думают военные. Они там об этом часто рассказывают, о том, что да, Россия навсегда, Россия – великая страна, но при этом всем своим действиям показывают, что они здесь по-быстрому нажиться и бежать. Соответственно, почему они будут это делать? Просто потому, что в один прекрасный момент их руководство скажет, все, отходим на вот этот рубеж. Они не думают особо или размышляют. То есть у них есть приказ, они должны сейчас быстро наворовать до того момента, пока этот приказ не придет, и отступить на следующий рубеж или уйти совсем в места дислокации постоянно. По сути, все просто, но как по-моему. Александр, хотел бы вас еще спросить по поводу обстрелов и Херсонской области, как мы понимаем, с левого берега, когда россияне используют разные типы вооружений для того, чтобы просто целить по жилым кварталам, по объектам инфраструктуры. Что к этому времени у нас, если говорить о последствиях, по поводу и последних обстрелов, но и в частности, что возможно с ликвидацией последствий от этих преступных, преступных атак со стороны российских оккупантов? За вчерашний день только 14 человек пострадало. К сожалению, вчера также умерла еще женщина в больнице, которая 3 мая под обстрелами было 23 погибших. Сейчас уже 24, если считать вместе с ней. Это женщина, за жизнь которой боролись почти 5 дней врачи. И, к сожалению, она умерла вчера. Также был обстрел Станислава артиллерийский, и сбрасывали авиабомбы на Станислава и на Казымыслах, на страждальные населенные пункты. И там к вечеру уже количество пострадавших достигло 10. И среди них один 9-летний ребенок. Он получил, слава богу, не тяжелое ранение. Пострадала голова, ссадины. Ему оказали помощь на месте. Также была Антоновка под обстрелом. Двое человек пострадали. Одна женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Ну, еще в Береславе один человек и Качкаревка. То есть, по итогу 14 человек вчера пострадали. И, к сожалению, один умер человек. Женщина, которая 3 мая была под обстрелом. В последствии, после обстрела 3 мая уже все дома, которые были без окон, и население, которое обратилось к нам за закрытием этих окон, были выезды Херсонской аварийной службы спасательной. Она занимается как раз сейчас этими окнами, закрывая для людей, для того, чтобы не поступал холод, влага, помещение временно, так сказать, для того, чтобы помочь людям. Дальше ждем только уже с доброй волей, чтобы начать уже капитальное строительство и ремонт всего того, что они здесь наделали. Александр, спасибо вам за участие в нашем эфире. Александр Толоконников, руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации, был с нами на связи.